Назревает очередной скандал. У герцогини сасекской напряженные отношения не только с отцом Томасом и сестрой Самантой, но и со старшим братом, который стал участником нового сезона австралийского реалити-шоу Big Brother VIP. 55-летний Томас Маркл-младший не упустил возможности покритиковать Меган и разыграл королевскую карту уже в тизере грядущего проекта. «Я предупреждал принца Гарри, думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень поверхностная», говорит Томас в ролике. Маркл-младший, как и его сестра Саманта, не был приглашен на свадьбу Меган и Гарри в мае 2018 года. Их отец должен был везти герцогиню к алтарю, но из-за разразившегося накануне скандала из-за постановочных фото папарацци отказался лететь в Лондон, сославшись на болезнь. В итоге эту роль взял на себя принц Чарльз. Брат Меган пытался связаться с ее будущим мужем до церемонии бракосочетания. В своем письме внуку королевы Елизаветы Томас отмечал, что еще не поздно все отменить и что звезда форс-мажоров играет роль принцессы не лучше низкосортной голливудской актрисы. Барак Обама на этой неделе отпраздновал свой день рождения, на который не пригласил Меган Маркл и принца Гарри. Потому что, по словам королевского эксперта, они не в той же лиге, что и другие знаменитости из списка А. В знак того, что звездная сила пары, возможно, ослабевает, выяснилось, что Гарри и Меган даже не планировали приглашать на вечеринку по случаю 60-летия Барака Обамы. Дикий арбитер, королевский эксперт и бывший пресс-секретарь Королевы в передаче Уэстедэй сказал, что Гарри и Меган просто не в одной лиге с Обамой. Ведущий Карл Стефанович пошутил, нет ничего лучше знаменательного дня рождения, чтобы выяснить, кто ваши настоящие друзья. Его соведущая Элисон Лэнгдон спросила, Меган и Гарри не были приглашены на день рождения президента Обамы, это сюрприз. Господин арбитер сказал, это вовсе не сюрприз. Были предположения, что их пригласят, но я не думаю, что они вообще когда-либо были в списке. Обамы пригласили только лучших, только суперзвезд. Они сказали, что Барак не хочет никаких подарков, он хочет, чтобы гости делали пожертвования, чтобы помочь молодым людям подняться по служебной лестнице, особенно темнокожим молодым людям. Меган и Гарри не принадлежат к одной и той же лиге знаменитостей, что и Обамы. Они не суперзвезды. Думаю, что для Меган все-таки такой поворот был неприятным сюрпризом. Казалось, что у пар тесные дружеские отношения. Сасексы очень сильно хотят быть похожими на Обам, что и старшие товарищи дают интервью Опре Уинфри, пишут мемуары и детские книги, занимаются благотворительностью. Но в высшую лигу суперзвезд не так просто прыгнуть. Видимо, недостаточно только родиться в королевской семье, а потом всячески ее же и оскорблять. Барак и Мишель интересны сами по себе, чего не скажешь о Меган и Гарри, все крутятся вокруг них, чтобы узнать побольше об ЭКС, а не о них самих. В своей статье для австралийского веб-сайта news.com о королевский эксперт Даниэла Эльзер сказала, что понемногу волшебная звездная пыль королевской семьи с Сасексов опадает, а другого багажа у них с собой и нет. Вообще, приглашать их опасное решение мало ли что вытворит парочка. Учитывая то, как вела себя Меган даже с королевой и принцем Чарльзом, авторитетов для нее нет. А Гарри вообще может еще какое-нибудь цирковое выступление устроить. Очень важно, чтобы мы все прояснили. Несколько дней назад в королевской семье разразился очередной скандал. Джека Бруксбенка запечатлели на катере, стоящем в водах острова Капри, в окружении трех известных девушек в бикини журналистки Рэйчел Залес и моделей Марии Бучеллати и Эрике Пелозини. Пока ее супруг весело проводил время в Италии, принцесса Евгения заботилась дома об их пятимесячном сыне Августе. Сара Фергюсон, мама Евгения и принцессы Беатрис, заступилась за зятя. В интервью BBC она так прокомментировала ситуацию. Джек, попавший на все первые полосы, очень порядочный человек. Один из моих самых любимых людей. По правде говоря, я зову его Джеймсом Бондом. В моей книге он супергерой. И он замечательный отец, потрясающий муж и никогда не перетягивает на себя одеяло. 35-летний Бруксбэнк является послом бренда Текилы Косомигос, сооснователем которого является Джордж Клуни. На капри Джек прилетел ради летнего гала-концерта ЮНОСЕФ, который как раз спонсирует эта компания. По словам инсайдеров зарубежных СМИ, поездка носила рабочий характер, поэтому принцесса Евгения не составила мужу компанию. Он выполнял свою работу, поэтому очень важно, чтобы мы все прояснили ради Джека, отметила Фергюсон. О том, что принц Гарри и Меган Маркл стоят на пороге больших свершений, лояльные к паре королевские эксперты говорят на протяжении почти полутора лет, с тех самых пор, когда герцоги Сасекские сбежали из королевской семьи. Меня каждый раз подмывает спросить. Их не продуло еще столько времени на пороге стоять. Но вот вам очередное сообщение. По словам эксперта по связям с общественностью Энди Бара, в ближайшие месяцы Меган и принц Гарри сосредоточатся на своем генеральном плане и намерены в ближайшие 12 месяцев пойти на штурм. Правда, он не уточняет, какие такие высоты намерены в очередной раз штурмовать герцоги Сасекские. Зато Энди Барр пояснил, мол, теперь, когда принц Гарри и Меган Маркл родили запланированное количество детей, а меры самоизоляции в США смягчаются, им и карты в руки, теперь они, наконец, готовы к свершениям. Опять же задам вопрос. Новые свершения. Не проще ли для начала исполнить свои обязательства по многомиллионным контрактам с компаниями Netflix и Spotify, где уж откровенно конь не валялся, и пока дальше планов и громких объявлений дело не идет. И еще один вопрос. Когда же на самом деле начнутся эти 12 месяцев штурма? Ведь Гарри и Меган, родив дочку Лилибет, объявили, что на 5 месяцев уходят в декретный отпуск и намерены провести время уединенно в семейном кругу с детьми. Считаем по пальцам. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Значит ли это, что эпохальный штурм начнется в ноябре нынешнего года? Энди Барр, тем не менее, считает, что нынешние обстоятельства – рождение запланированного количества детей и ослабление правил самоизоляции – являются для Сассексов идеальной отправной точкой, чтобы двигаться вперед в своей работе. Он сказал журналу Клоузер, с ослаблением ограничений и постепенным возвращением к нормальному состоянию, я подозреваю, что Гарри и Меган начнут штурм. У них родился второй ребенок, и они всегда говорили, что у них будет только двое, так что теперь все системы работают. Я думаю, что мы увидим действительно серьезное внимание к их генеральному плану, укреплению их положения в качестве королевской семьи Америки, так что определенно будет больше появлений на телевидении. Через несколько лет, по словам Энди Бара, Меган и Гарри могут стать кем-то большим, чем их сверстники из списка лучших, которые сейчас плавают по Голливуду. Генеральный план – это создание королевской семьи в Америке, инструмент для воплощения плана, более частое появление на телевидении. А работать-то они будут. Что вы думаете по поводу генерального плана Сасексов? Обсудим в комментариях. Итак, 4 августа. В этот день хотелось бы вскользь упомянуть о герцогине Сасекской. Бегло поздравить ее с тем, что она разменяла очередной свой десяток в столь комфортных для нее одной условиях и переключиться на куда более значимую историческую фигуру. 4 августа 1900 года родилась королева Елизавета, королева-мать. Личность, поистине, выдающаяся, влиятельная и успешная. В отличие от второй нашей именинницы, эта женщина с достоинством и успехом прошла со своим супругом путь от герцогства до правления огромной империей. И, смею напомнить, выходя замуж за принца Альберта, Елизавета, да и никто из монаршей семьи даже и предположить не мог, что этой паре суждено будет стать правителями британской империи. Еще находясь в статусе герцогини, Елизавета провела ряд публичных выступлений и стала известна как улыбающейся герцогиня. В 1936 году, после отречения короля Эдуарда VIII, супруг герцогини Йоркской неожиданно стал королем. Елизавета приступила к обязанностям королевы. Она сопровождала своего мужа во время дипломатического тура во Франции и Северной Америке перед началом Второй мировой войны. Во время войны ее неукротимый дух оказывал моральную поддержку британской общественности. И даже Адольф Гитлер называл ее самой опасной женщиной в Европе. К чем я все это излагаю? По большому счету, просто для того, чтобы подчеркнуть, кто-то с достоинством и смирением исполняет свои обязанности, то, что человек не выбирал, а кто-то, угадайте кто. Выскакивает замуж за принца, добровольно соглашается на выполнение определенной работы с конкретными функциями и правилами, то есть фактически берет на себя обязательства. А когда понимает, что не справляется, говорит о Ривидерче и чешет куда подальше от той самой работы и от тех, кто эту работу предоставил. При этом еще не стыдится обвинять в своих неудачах все и всех вокруг. Но только не самое себя. Просто сравнение. Ну да ладно, главное не это. А главное то, что герцогиня Монте-Сита по случаю своего сорокового дня рождения запустила такую себе акцию. 40 друзей Рэйчел. Наверняка, со многими она даже и не была знакома до недавнего времени. Возьмут своеобразное шефство длиною 40 минут. Над теми, кто лишился работы в результате пандемии, над теми, кто не имеет средств к существованию по тем или иным причинам. В общем, над всеми теми людьми, которые нуждаются в конкретной помощи уже сейчас. Над всеми теми людьми, которым в буквальном смысле слова нечего есть и нечего надеть. И да, такие люди с удовольствием послушают 40-минутный треп о жизни кого-то, кто живет в особняке за 10-20-30 миллионов долларов. Как думаете, это пиар или это конкретная адресная помощь нуждающимся? Да и это все ничего. Каждый ведь пиарится как может. А Меган на этом деле действительно собаку съела. Опыт у нее большущий. Но вот что снова вызывает вопросы, поглядите. Фонд Нельсона Манделы каждый год 18 июля призывает людей со всего мира посвятить 67 минут своего времени помощи другим. Почему именно 67? Именно столько лет своей жизни Мандела посвятил борьбе с апартеидом за права коренного населения Южной Африки. Есть конкретный результат от его деятельности? Есть, думаю, многие согласятся. Дальше Обама, а именно его команда совсем не так давно запустили акцию под названием Гыв 60 for 60. Данное мероприятие призывает каждого человека оказать какую-либо полезность окружающим. От минимального пожертвования в 6 долларов или минутной помощи соседу с тяжелыми сумками до часовой волонтерской деятельности, связанной с доставкой продуктов или раздачей еды. Не находите, что тут речь идет также о конкретных действиях с измеримым результатом. Какой конкретно измеримый результат и какая полезность будет от вдохновляющих разговоров знаменитостей мирового и местечкового масштаба. Например, с мамой троих детей, которая лишилась работы и живет на пособие. Представили, посчитали. Сюда очень и очень подходит утверждение. Все вдохновляющие и мотивирующие речи сводятся к тому, что миллионер, живущий где-нибудь на берегу океана, советует работяге из провинции выйти из зоны комфорта. Подытожим, бессовестный плагиат и дешевый пиар. Вот то, чем в очередной раз отличилась Меган Маркл. Передрать идею с временным челленджем. Пожалуйста, должна сказать, это крайне смелое решение. Подобным поступком поставить себя в один ряд с такими политическими деятелями, как Мандела и Обама. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вообще, любое действие, фото или выступление Меган, это просто целый кладезь для психологов и для людей, имеющих склонность к анализу. Только поглядите на фото, новый лайфхак, стопка книг под ноутбуком, как бы дает отсыл к новому пространству для реализации герцогини и ее супруга. Книга писанию. Я не могу вспомнить ни одного писателя или писательницу за последние 10-15 лет, кто так ненавязчиво рекламировал бы свои шедевры. Чаек и закусь, поданные в лучших традициях английской сервировки, как бы нашептывают. Ничто приличное, классическое и добротное нам не чуждо. Расслабленная и спокойная, на первый взгляд домашняя одежда в сочетании с коричневыми туфлями, явно не домашнего фасончика. Говорят нам о том, что герцогиня, хоть и дважды мама, но о работе и своей важности и полезности для общества не забывает. И кульминация, за окном того помещения, в котором Мэган творит свою собственную историю очередными вдохновляющими поступками и речами. Мы видим жонглирующего Гарри, бывшего когда-то только принцем, но теперь ставшего мужчиной, наконец-то. Если что, это его личное утверждение. Так вот, с какой целью он стоит за окном? Почему он жонглирует, непонятно. Какая смысловая нагрузка этого сюжетика, тоже загадка. Но вполне вероятно, что тут можно и нужно прочесть. Имели мы вас всех в виду, родственнички или даже Гарри, твое место вон там, в саду, на коврике. Не важно где, но уже не рядышком, не в первых рядах. Вон там поодаль, ты можешь делать все, что твоей душеньке угодно. Это я, конечно, шучу и придираюсь, хотя как знать. Как знать.